По данным Уполномоченного по правам детей Павла Астахова, к 2012 году в России было 654 тысячи детей-сирот. Мрачная статистика ежегодно улучшается, но в стране все еще живут сотни тысяч тех, кто нуждается в помощи. Мы все знаем, что количество детских домов уменьшается, но, к сожалению, дети-сироты у нас есть и будут, в связи с тем, что определенное количество жителей нашей страны ведут асоциальный образ жизни, и очень часто такая семья является угрозой жизни и здоровью ребенка. Помощь детям-сиротам оказывают тысячи благотворительных фондов и детских домов, однако только финансовой поддержки зачастую бывает недостаточно. Помощь детским домам – это не есть помощь детям. Это понимание оказалось очень верным. Сколько бы мы ни вкладывали в помещение, в персонал, в продукты, в одежду, на становлении личности маленького человека, на ребенке все это практически не сказывается. По мнению ряда собравшихся специалистов, ребенку требуется простое человеческое чувство и проявление заботы. Только так он получит необходимые для социального развития навыки и выработает нужные реакции. Другая проблема – это образование детей-сирот. Одна из центральных наших программ на сегодняшний день – это образование детям-сиротам, которое мы назвали «Шанс». И это действительно шанс для детей, находящихся в государственных учреждениях, успешно сдать экзамены, получить аттестат и продолжить свое дальнейшее образование. За полгода к этой программе подключили 11 детских домов, 78 учеников. Занятие проходит три раза в неделю по всем предметам школьной программы. Результаты обнадеживают. Ребята действительно дают ЕГЭ и получают возможность поступать не просто в ПТУ, а поступать куда-то в другие учебные заведения и продолжить свое образование. В ходе встречи собравшиеся посмотрели документальный фильм о жизни в детских домах, обсудили, как всесторонне можно ее улучшить. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».